Вопросы Вопрос в моей жизни, он все-таки самый важный. И сейчас я хочу задать его вам, чтобы мы с вами вместе, может быть, подумали, какой же вопрос для нашей личной жизни самый важный. Как вы думаете? Ну, скажите пару вариантов. Спасение, да? Бинго! Вася сразу в точку попадает. Я думал, будут варианты сразу. Слава Богу! Думаю, что действительно вопрос нашего спасения, он является наиважнейшим. И сегодня я хочу говорить именно о спасении. Ну, наверное, я думаю, кто-то сейчас, возможно, подумал, о, ну что тут можно нового услышать, да? Ну, как бы вообще о спасении нового ничего не может быть. Там все как бы произошло, и как нам описано в Писании, так и есть. Может быть, кто-то думает, ну, это тема основ веры. Мы же хотим твердую пищу. Но я скажу вам так, что если вы рожденный свыше христианин, то вы не уснете. Знаете почему? Потому что рассматривать мы будем самый важный в жизни вопрос. И давайте, наверное, я еще скажу такое, что, потому что кажется, что вроде самый важный в жизни вопрос для христиан, да? Но, может быть, здесь, на этом месте есть люди, которые еще не приняли Господа в свое сердце, или, может быть, вы смотрите нас через интернет и не сделали этот шаг. Я думаю, что после того, как вы услышите это послание, у вас будет возможность понять, какой же для вас вопрос самый главный, и сделать все-таки выбор в своей жизни. Но давайте мы помолимся. Все-таки каждое дело надо начинать с молитвы. И я понимаю, что мне надо тоже благодать Божья сейчас, чтобы донести то, что я хочу. Отец Небесный, во имя Ишуа, Мессия, Господи, я хочу сказать спасибо Тебе за то, что Ты среди нас. Боже, мы хотим сказать спасибо Тебе за то, что когда мы собираемся, мы переживаем Твое особенное присутствие, и Ты действуешь в общине, Ты говоришь нам, Ты учишь нас, Ты наставляешь нас, Ты учишь нас поклоняться Тебе и жить так, чтобы вся наша жизнь, она приносила славу имени Твоему. Дух Святой, я прошу, чтобы Ты сегодня был с нами, действовал и говорил внутрь наших сердец, чтобы мы, Божие, имели правильное убеждение, чтобы мы, Господи, знали, куда мы движемся и как нам это делать, Отец. И я хочу сказать спасибо Тебе за то, что Твой Руаха Кодыш, Он живет внутри каждого из нас, и Он наставляет нас на всякую истину. Амин. Друзья, мы с Вами все живем в социуме, да? Ну, или проще сказать, в обществе. Социум – это не все люди, живущие на земле. Вообще, если мы с Вами говорим о социуме, то это те люди, которые объединены по каким-либо признакам. Там, к примеру, профессиональные признаки, там, культурные, религиозные. Вот если мы возьмем нас, людей, живущих на Украине, то как бы мы по религиозному, скажем, признаку, мы считаемся все христианами, да? Ну, по определению считается все-таки наше общество христианское. Но это по определению, не по вере. Потому что все-таки человеческая вера, она должна подтверждаться делами. И не всегда люди, которые называют себя христианами, как бы совершают дела, которые должны делать христиане. Но я скажу Вам, что все-таки мы с Вами, я верю, что большинство сидящих здесь людей – христиане. Почему? Потому что в определенный момент нашей жизни нечто произошло. Мы, может быть, кто-то прочитал, может быть, кому-то рассказали, может быть, Вы родились в общине и слышали о спасении с детства. И в определенный момент благодать Божия коснулась Ваших сердец, и открыла Вам Ешоа, и мне открыла Ешоа Машеха, и мы родились свыше и стали действительно христианами. Произошло что-то, что изменило в нас. Внутреннее перерождение, что мы стали другими. И это внутреннее перерождение, оно дает нам делать дела, которые подтверждают, что мы с Вами другие люди, что мы действительно пережили встречу с Машехом. Но знаете, что интересно? Что с этого момента началось формирование нашего с Вами христианского мировоззрения. Ну, во-первых, мы узнали, что Бог есть любовь, но в то же самое время мы узнали, что Бог есть и судья праведный, и Он оказывает за грех. Да? Мы узнали, что Ветхий Завет, он наполнил множествами, какими-то постановлениями, заповедями. Но в Ветхом Завете Ешо говорил, что все эти заповеди, они вмещаются, по сути, в двух. Возлюби Бога своего и ближнего своего, как самого себя. И таких примеров можно приводить очень большое множество. Но если мы с Вами посмотрим на христианское общество, я имею в виду христианское общество, рожденных свыше людей, то оказывается, что на Бога, на спасение и на многие ключевые вопросы мы все-таки смотрим по-разному. Вы согласны со мной? Ну, мы видим, разных мнений очень много. Это происходит потому, что процесс нашего формирования, вот формирование нашего мировоззрения, он основан на убеждениях. Наше мировоззрение, то, как мы смотрим на мир и на ситуации, происходящие в мире, оно основывается на том, во что мы верим, во что мы убеждены. И в большинстве случаев это те убеждения, которые мы с Вами получаем в начале нашей христианской жизни. Наше воспитание, наше окружение и наше духовное образование, или, проще сказать, учение, в котором мы пребываем, оно сегодня влияет очень сильно на наши личные жизни каждого и на жизнь нашего сообщества, как сообщества верующих в Вишуа Мессии. Конечно, наши убеждения, они могут меняться на протяжении жизни. И это происходит. Но вопрос, под воздействием чего это происходит? Это происходит под воздействием нашего духовного роста, когда мы идем путь освящения, познания Бога, или это происходит под действием мировоззрения общества современного, в котором мы пребываем. И я Вам скажу, что современное общество, оно сейчас говорит, что на первом месте человек. Да? Ты сам можешь избрать учение, которое ближе всего к твоему личному восприятию. Это я говорю о мировоззрении современного общества. И очень часто это мировоззрение, оно может касаться и, к сожалению, и нас с Вами. Посмотрите, сегодня весь мир кричит, ты человек, весь акцент, в центре всего стоит кто? Человек. Ты личность. Посмотрите, что происходит в Европе, но особенно в Европе, что ты должен избрать, кто ты, мальчик или девочка. Не Бог, который тебя создал, Он определил, кем тебе родиться, но ты сам, ты человек, и ты избираешь то, кем ты являешься. И как я сказал, что, к сожалению, под влияние этого попадают люди, уже будучи в вере. Бывают и такие моменты. Мы, конечно же, с Вами действительно являемся личностями. Бог нас создал действительно уникальными. И мы в вене с Божьего творения однозначно. И Бог наделил нас свободой выбора. Мы имеем право выбирать, так как мы этого желаем. Но тот же Бог, Он дал мерило, определенное мерило, которое поможет нам делать правильный выбор и иметь правильные убеждения. Кстати, все эти убеждения, которые написаны в этом мериле, они ведут нас куда? Они ведут нас во спасение. И я скажу, что, помимо этого, Бог нам дал Духа Святого Своего. Каждый человек, рожденный свыше, он имеет Дух Святой внутри себя, который наставляет нас на всякую истину, то есть наставляет нас на правильные убеждения. Дух Святой, Он формирует нас в правильные убеждения. Но в любом случае, мы стоим перед выбором. Мы стоим перед выбором наших убеждений. И этот, друзья, выбор, перед которым мы стоим в наше время, это не что-то новое, что связано непосредственно вот с нашим временем. Что вот мы говорим время, когда человек в центре всего. Нет, это не новое. Такое было на протяжении всей истории. И Клисиас, первая глава, девятый стих говорит, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Это не, скажем так, отличительная черта нашего времени. Это уже было. И когда мы с вами заглядываем в Танах, то мы можем видеть, как люди делали неправильные убеждения. Они выбирали делать неправильные убеждения. К примеру, возьмем историю Израиля. Разделение государства на два царства после смерти Соломона. Десять колен. Они выбрали. У них был выбор, по сути. И они выбрали основываться не на убеждениях, которые были преданы им от отцов. В Брит Хадыша ничего нового не появилось. И мы видим, что апостолы, они выступают против чего? Они выступают против лжеучений. И люди, имея определенные убеждения, они говорили это народу, и появлялись что? Появлялись ереси и лжеучения. Мы с вами можем видеть это и в истории существования церкви, что в определенный момент истории церкви на раннем периоде оказывается, что была арианская ересь, которая была верующих в эту ересь, была больше, чем ортодоксальных верующих. Вы представляете, масштабы. И это убеждение. Это основывалось на определенных убеждениях. Поэтому, друзья, нам надо быть особенно внимательным к нашим ключевым убеждениям. Во 2 Тимофея, 3 главе, 14-15 стихе, Рав Шауль дает наставление своему ученику Тимофею и говорит, «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Ешуа Мессии». И мы видим, что Рав Шауль, который пережил личную встречу с Машехом, Рав Шауль, который принял от самого Господа призвание к благовестию язычникам, он призывает держаться апостольского истинного учения. Интересный является период вообще, вот когда он это говорил, мы знаем это там, первый век, существует всего две деноминации, уверовавшие из уйдеев, то есть мессианские верующие, и уверовавшие из язычников, да, друзья? И вот мы видим, что когда было всего две деноминации, всего две деноминации, и были еще живы некоторые из апостолов, которые лично ходили с Ешуа и передавали то, что он говорил, мы видим, что начинаем появляться убеждения, которые противоречат учению. Учению, которое основано на правильном толковании Танаха и которое всегда имеет непосредственную связь со спасением. Потому что все то, что мы, все знания, все наши убеждения, они в любом случае связаны со спасением, потому что все Писание, оно ведет нас ко спасению. Цель Бога это восстановление мироздания через спасение человека, друзья. Поэтому я уверен, что смотря на уроки истории, мы должны быть, должны понимать, насколько важную роль в нашей жизни играют наши убеждения. Ну окей, вступление закончилось, теперь начну проповедовать, да, как есть проповедники, некоторые говорят, теперь начну проповедовать. Если, друзья, мы сегодня поднимаем тему нашего спасения, то я хочу задать еще несколько вопросов. Вопрос первый к вам, и очень хочу получить ответы. Кто в этом зале уверен, что он спасенный человек? Аллилуйя! Слава Богу! Вижу, правда, что есть те, кто или стесняются, но, или те, кто еще не пережили встречусь с Мессией, но меня как проповедника это радует, потому что у вас есть возможность сегодня это сделать. Но тут же у меня возникает к вам другой вопрос. Кто в этом, кто из вас вот в данный момент своей жизни может сказать, что в конце своего жизненного пути будет то же самое? Еще раз. Хорошо. Кто из вас может сейчас в данный момент своей жизни сказать, что в конце своего жизненного пути сможет сказать то же самое? То есть, мы сейчас можем сказать, что я буду спасен. Кто? Так, смотрю уже меньше, да, Ну, значит, тему я выбрал правильно. Хорошо, друзья. у меня вопрос тогда. Те, кто подняли руки с уверенностью так, с великой верою, на основании чего мы это говорим? Вот на основании чего вы говорите, что вы будете, вот сейчас говорите, что потом будете спасены? Дух Святой свидетельствуют еще варианты. Сделайте так, как Витя, тогда вас слышно хорошо. Писание говорит, да. Ага, хорошо. Ну, Писание знаем мы хорошо. И я хочу сказать, спроси, спроси тогда, мы с вами верим, что спасенный раз спасен навсегда? Нет. Нет. Да. Окей. Хорошо. Давайте тогда мы поговорим по этому поводу. Колоссянам первая глава 21-23 стих. И вас, бывших некогда отчуженными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, неповинными пред собою. Да, мы видим, что ныне примирил в теле плоти его, но дальше есть условия. 23-й стих. Если только пребудете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благоествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднепестной, которого я Павел сделался служителем. Оказывается, что есть определенные условия к нашей вере. Да, друзья? Вы согласны со мной? И если мы с вами понимаем, что человек, Божье творение, который имеет свободу выбора, который мы получили от самого Всевышнего, то можем ли мы сейчас быть уверенными на 100% что будет впереди? Смотря в Писание и в реальную жизнь, мы видим, что, к сожалению, люди, которые делают выбор Мессии в определенный момент, мы видим, как люди отходят от Бога. Конечно, тут можно говорить, может быть, он не был рожден свыше, иногда так и говорят, но даже Писание показывает предупреждение для людей, кто в вере, чтобы не отпасть. Приведу вам один пример. Знал я одну женщину, которая называла себя христианкой и она очень правильно и очень чутко молилась. Я скажу, что она достаточно хорошо знала Священное Писание и некоторые моменты даже правильно понимала, толковала, но при этом 10 лет, на протяжении 10 лет после покаяния и хождения в церковь она употребляла наркотики. 10 лет это не было сплошной период, но периодически, вот, скажем так, моментов приема ей наркотиками было гораздо больше, чем когда она их не употребляла. и при этом, когда я с ней разговаривал и пытался сказать, ну что, надо что-то изменить в своей жизни, ну, это неправильно, это грех, то, что ты делаешь грех, я цитировал ей 1 Коринфянам 6 главу 9-10 стих, я прочитаю его, или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют? не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царство Божие не наследует. То она мне говорила, что я имею четкое откровение от Бога, от самого Бога, Дух Святой говорит мне, что мои грехи прощены, что Машия меня спас и я спасена. И посмотрите, определенные убеждения, при этом она не боясь шла и употребляла наркотики, и это не год, не два, это больше 10 лет. Определенные убеждения в ее сердце сформировали ее взгляд на спасение. это то, что делают убеждения. Конечно, я скажу, что это скорее исключительный случай, но я специально его привел, чтобы показать, что определенное мышление, основенное не на библейских убеждениях, имеет непосредственное влияние на жизнь человека и на спасение. Потому что рядом с ней не только она мучилась, мучились еще окружающая ее семья, это помимо того, что мучилась семья, люди вокруг, они смотрели и понимали, если человек говорит, что он христианин, и бравирует писанием, предлагает молиться, но сам как бы во грехе, это еще тень ложит на общество, как бы на всех верующих людей, для неверующих, это не есть свидетельством славы Божьей. И посмотрите, как убеждения влияют на ее жизнь, и я уверен, что и на спасение, если мы понимаем, что Ишуа совершил ради нас на кресте, то мы не можем произвольно грешить и делать грех и говорить, что я прощен, я спасен, если я грешу, и совесть моя на меня не обличает. В понимании этой женщины для спасения достаточно покаяться, прочитать молитву покаяния и ходить в церковь. Вот такое вот у нее понимание. Но если мы посмотрим Писание, от чего спасает нас Господь? Писание показывает, что когда Мать Ишуа Мессии Мария зачала, то Ангел Господень возвестил Иосифу. Я зацитирую этот текст Матвея 1 глава 20-21 стих. Не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и наречешь ему имя Ишуа, ибо он спасет людей своих от грехов их. Это показывает, что Господь Ишуа Мессия не просто спасает человека, чтобы в конце своего жизненного пути человек попал на небеса. Господь Ишуа Мессия спасает человека от грехов. От грехов, причем от грехов не только тех, которые были, но которые и есть к сожалению еще, потому что мы несовершенные, которые мы к сожалению делаем на протяжении нашего жизненного пути, потому что Бог хочет восстановления всего мироздания, которое нарушил грех. И только грех является причиной всех проблем, которые мы с вами имеем. Друзья, апостол Петр, 1 Петра 2.24, нам всем с вами хорошо известный текст, он говорит, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавившись от грехов жили для правды, ранами его вы исцелились. То есть наше спасение подразумевает определенный образ нашей жизни после обращения к Господу. Если, конечно, эту жизнь Бог нам дает, потому что мы знаем ситуации, когда человек отходит непосредственно перед смертью. И Петр в этом тексте употребляет одно очень интересное слово. Это слово «правда». Жили для правды. И значение этого слова в оригинале имеет несколько смыслов. Первое, оно значит праведность, справедливость, законность. Но есть еще одно значение, это оправдание. Вообще праведность, она всегда связана с оправданием, когда мы говорим в контексте спасения. И если мы будем использовать это значение, то получается, что Ешуа грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для оправдания. И тут возможно, я думаю, что у кого-то из вас возникнет вопрос, что же значит жить для оправдания? Ведь Писание говорит, что мы уже оправданы. Аминь? Мы оправданы или нет? Народ Божий оправданы, да. Я опять же прочитаю текст Римлянам 5, 8, 9. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Машех умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Аминь. Ныне мы оправданы и мы уже оправданы. Так что же получается? Петр ошибся, говоря, что нам надо жить для оправдания. Никак. Вот думаю, что апостол Петр ошибиться не мог. И апостол Павел, который развивает эту же идею, о которой я скажу вам немножко позже, он тоже ошибаться не может, потому что Писание, оно истинно. Слово Божие говорит, все Писание Бога духовновенно. Сам Бог избрал этих людей, чтобы передать для нас с вами истину Божию. А эта истина, она утверждает, что спасение в Ешоа Мессии это процесс, это путь, который спасел человек проходит, если Бог дает ему жизнь. Спасение это процесс, друзья. Поэтому Рав Шауль в Филиппийцам 2 главе 12 стихе говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте, делайте, творите свое спасение, значение слова совершайте. Поэтому когда мы говорим о спасении, то мы должны иметь внутри себя четкое убежение, что спасение начинается с момента обращения нас к Богу. Через веру мы получаем что? Мы получаем оправдание и усыновление. Происходит это спасение на протяжении всей нашей жизни, через вседневный постоянный путь нашего освящения и завершается в прославлении верующего человека в конце времен при условии, если мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение. Друзья, в этой связке нельзя что-то пропустить, нельзя что-то выкинуть, нельзя что-то оставить. Спасение начинается, спасение продолжается и спасение будет в конце времен иметь завершение свое, потому что божественный план в данный момент он еще не закончен. Мы с вами знаем, что придет Машия во славе своей и будут происходить определенные события, которые повлияют на нашу с вами жизнь, причем не жизнь не только духовную, но если мы застанем это время, оно повлияет на нашу жизнь и на наше тело, на все повлияет, это будет, ну, я думаю, что нам трудно представить, как это будет, мы смотрим тускло, гадательно, как свой тусклое стекло, но это будет, это то, о чем говорит Писание, и это то, что мы ожидаем с вами, друзья. И если мы с вами будем иметь такое вот правильное убеждение в отношении нашего спасения, тогда мы спасенные вешуа Мессию действительно будем проходить наш путь со страхом и трепетом. Но тут я хочу остановиться и сделать один очень важный акцент. Совершать свое спасение это не значит помогать Богу себя спасать. Это очень важно. Он уже сделал все на кресте Голгофы. Он заплатил полную цену стопроцентную цену заплатил. Он понес на себе во всей полноте то наказание, которое Бог должен был излить за грех в полной мере на стопроцентно. Святая кровь Ишуа Мессии искупила нас и его жертва полностью оправдывает верующего. Полностью и оправдало уже верующего. И когда мы принимаем Ишуа в свое сердце, то что начинается? Начинается Божья работа в нас, которая направлена на наше восстановление в подобие Божие, для которого мы были с вами изначально предназначены, но которое в Эдемском саду человек утерял через грехопадение. Друзья, начинается работа, которая происходит в нас, это работа освящения, чтобы мы преображались в образ Ишуа Мессии. И я думаю, что студенты могут дополнить, помня духовное формирование, что мы преображаемся в образ Ишуа Мессии для чего? Для блага других людей и жить для блага других людей. Аллилуйя! Но нам важно понимать, нам очень важно понимать, что такое освящение. Я скажу, что смотря на общество христианское, мне порой кажется, что христиане не всегда понимают, что такое освящение. И освящение, оно связано с двумя представлениями вообще о святости. Первое показывает, что Бог, он может что-то или кого-то он отделяет для какой-то определенной особой миссии или цели. Вот в Танахе мы видим множество таких примеров, очень ярких примеров. Там были святые предметы, да, мы знаем, что были святые предметы, святые места. Священные были священники и левиты, отделенные для Бога. Шаббат, кстати, это тоже освященный день Богом. В Евреям 10 главе 10 стихе написано, по сей то воле освящены мы единократным принесением тела Ишуа Мессии. И для нас, верующих Нового Завета, верующих Брит Хадаша написано, что мы освящены единократным принесением тела Ишуа Мессии. Что это подразумевает? Бог отделил нас для себя и мы уже с вами имеем юридический статус святых людей. Бог взял нас и отделил. И он говорит, вы народ святой. Святой. Я отделил вас, ваш юридический статус, народ святой. Но есть и второе представление освящения. Оно подразумевает процесс. Процесс нашего нравственного преобразования в образ Ишуа Мессии. Чтобы мы стали, чтобы произошло соответствие нашего юридического статуса с нашей реальной жизнью. И Бог хочет, чтобы действительно народ святой, который он наделил, и которому он сказал, вы, роды, избраны, царственное священство, народ святой, чтобы этот народ действительно своим образом жизни, своими убеждениями, своими действиями показывал, что он святой народ. Друзья, и я скажу, что вроде все понятно, да, как бы, и мы где-то это, может быть, понимаем, но почему-то, вот, наблюдая вокруг, мы можем видеть людей, которые ходят в церковь годами, почему-то они меняются, да, бывает же такое, не скажу, что это очень частно, очень в большей массе, но такое мы с вами видим, и видим, ну, частенько, друзья. Хотя в начале, можно сказать, вот, если мы знаем человека долго, то мы видим, что в начале происходило какое-то преобразующее действие Божие, жизнь изменилась, да, особенно, вот, к примеру, может быть, это, если мы говорим о зависимом человеке, вот, приходит в общину или в церковь зависимый человек, да, Бог его касается, он переживает встречу с Ишу, а Бог дает ему свободно от наркотиков, он идет на какой-то путь, и потом все, процесс остановился, и мы видим, у него там жаргончик, он там 20 лет верующий, а жаргончик у него еще тот, как бы, хотя, по сути, должен быть путь вверх, должно происходить постоянное изменение, и я скажу, что это касательно не только зависимых, в разных сферах, если посмотреть, мы можем с вами это видеть, почему мы видим такие примеры, потому что люди, дойдя до какого-то определенного духовного уровня, они могут просто останавливаться, просто останавливаться, и причин здесь могут быть много, но я назову вам основные, первая причина, это запинающий грех, вторая, это лень попросту, вот устал, я не надоел, мне вот это, вот все дело, и третье, это неправильные убеждения, что в большей степени влияют на жизнь человека, неправильное понимание освящения, если говорить об убеждениях, то существует еще одна крайность, которая противоположна той истории, которую я вам рассказывал о женщине, которая хотела 10 лет в церковь и употребляла наркотики, эта крайность вырождается в том, что люди, получив спасение, пережив встречу с Ишоа Мессией, действительно, получив преображение, все, они потом понимают, что теперь начинается мой выход, вот, а теперь ответный Ишоа сделал, сейчас начинается мой ход, я должен читать Писание, я должен молиться, я должен поститься, я должен делать добрые дела, я должен любить людей, и в принципе все правильно, да, читать, молиться, поститься, это все хорошо, но почему-то, если иметь такое убеждение, это не всегда работает, и мы можем видеть, что человек вроде и Писание знает отлично, и цитирует его, а плоды его жизни, они немножко не соответствуют тому, каким хочет его видеть Бог, знаете, друзья, не работает это, потому, 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 что в центре такого мышления ставится опять свое большое и красивое я, я любим, я должен молиться, я должен поститься, я, я в центре, я, но в центре нашей жизни должен быть он, Бог, умерший и воскресший, в первом Петра 1.13.16 написано, посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя и совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Мессии, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И оказывается, чтобы пребывать в святости, необходимо не делать определенные действия, а надо уповать на подаваемую нам от Бога благодать. И я сейчас объясню, что это значит. Потому что своими силами мы не можем себя изменить. Можем мы себя изменить. Нет. Мы не можем. Я думаю, что многие люди пытались тысячу раз сделать какие-то шаги, и ты понимаешь, что ты не можешь. Сам не можешь этого сделать. И освящение это не то, что достигается своими собственными силами, чтобы мы не заблуждались. Это действие Божьей благодати в нас. И действует эта благодать через руха-кодыш, который в момент нашего с вами духовного рождения поселился внутри наших сердец. И я продолжу. Апостол Петр продолжает текст, который мы с вами прочитали. Это с 16 по 23 стих 1 Петра. Дальше читаем. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Опять, со страхом проводите время странства вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Мессии, как непорочного и чистого акца, призначена еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. И дальше говорится послушанием истине через Духа очистив души ваши нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возращённые не от нетленного семени, но от нетленного семени, но от нетленного. Вот Слово Божие живого и пребывающего вовек. Аминь. И довольно такое я прочитал вам длинный отрывок, но суть, что я хотел показать, что послушанием истины, мы только послушанием истины, через действие Духа Святого мы получаем с вами освящение. Не своими собственными усилиями, но действия благодати Божией, которую Дух Святой проявляет нас, она изменяет нас, освящая нас, раскрывая в нас истину, которая производит этот процесс нашего с вами освящения. Поэтому освящение это работа Духа Святого в нас. Цель же освящения это уподобление нас в образ Ешоа Мессии. Бог не хочет, чтобы мы с вами искупленные драгоценные ценой Его Сына просто стали лучше, чем мы есть сейчас на данный момент. Это неправда. Бог хочет, чтобы мы стали как Его Сын. Аминь. Вы можете сказать, на это аминь. Бог хочет, или может быть вы думаете, проповедник, что-то вы нас заставляете сказать. Нет, это говорит Писание, это действительно так. хочет не просто изменить нас. Он хочет, чтобы мы стали как Ешоа. И это произойдет в последнее время. Сейчас, друзья, я хочу прочитать вам текст, который послужил поводом к проявлению теории, что спасенный раз, спасен навсегда. Убежение, которое влияет до сих пор на умы людей. И люди понимают, думают, что достаточно молитвы покаяния, чтобы быть спасенным. Я хочу сказать, если это перед смертью, конечно же, этого достаточно. Но если Бог отдает вам жизнь, то надо пройти путь, друзья. Путь своего спасения. Рав Шауль в послании к римлянам, он в 8 главе 29 30 стихе говорит, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предузнал, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Если читать этот текст с мышлением того, что в центре всего есть человек, то можно подумать, что Павел, он говорит о предопределении. Но центром этого текста и центром всего писания является не человек. Его центром есть Ешуа Машех, Божий Сын, который пришел на эту землю для того, чтобы умереть на кресте Голгофу, который спасает человека. Если мы это понимаем, тогда мы будем убеждены, что наше спасение это путь, это путь нашего освящения, это путь нашего преображения в образ Мессии. Потому что Бог, знающий все наперед, Он все знает наперед, сегодня предлагает спасение каждому человеку. Бог не избирает определенных людей, и говорит, ты для спасения, а ты для погибели. Бог предлагает спасение каждому человеку. И Павел, который писал послание к римлянам, когда он в Ариопаке имел диалог, то он говорил в Деянии 17 главе 30 стихе, и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду покаяться. покаяние и спасение оно открыто для каждого человека. И те люди, которые принимают это спасение, предопределены быть подобным образу сына его. Те люди, которые отзываются на Божий призыв, они призваны, чтобы стать подобными Машеху. И путь нашего спасения, который начался с момента нашего оправдания и усыновления, делает нас очень близкими к Ешо. Мы становимся его детьми. Друзья, потом мы идем в путь освящения, когда в нас действует Божья благодать Духом Святым. Она освящает нас через Божью истину, чтобы в завершении этого божественного плана спасения Каждый из нас он был прославлен вместе с Машехом, потому что Бог прославил Мессию, чтобы и нас прославить вместе с Ним. Но тут я хочу опять остановиться, друзья, и сделать еще один акцент. Акцент на том, что в освящении присутствует и наш ответ на действия Святого Духа. Потому что мы с вами люди со свободной волей, и мы непассивно ожидаем того, что Бог будет что-то с нами делать, что Он будет нас освящать, а я буду лежать на диване и ждать, пока со мной произойдет это полное освящение. Это неправильная позиция. Нам надо понимать, что инициатором нашего спасения, совершителем нашего спасения, совершителем нашего освящения и в будущем прославление является Сам Бог. Наша ответственность, друзья, иметь правильные убеждения, когда мы понимаем, что только благодаря Его любви, которую Он явил нам в Ешуа Мессии, только благодаря тому, что Он сделал, делает и будет делать, мы войдем в славу Божью. Не потому, что мы можем что-то сделать, мы только лишь отвечаем из благодарности, понимая, что Бог в Ешуа Мессии, Он это все совершил для нашего спасения и оправдания. И сейчас в наше время Его Дух Святой освящает нас. Но мы, будучи несовершенными, мы согрешаем, мы имеем неправильные мысли, мы имеем неправильные поступки, но даже сейчас Ешуа Он стоит и ходатайствует, пред Отцом за каждого из нас. Когда мы это понимаем, мы будем делать то, о чем говорит Вебесяна, 4 глава, 15 стих, но истинной любовью все возвращали в Того, в Который есть глава. Когда мы имеем правильное понимание того, что Бог сделал и делает для нас, то мы будем возвращать все, что мы получили Ему. Как я могу не делать ничего, если я знаю, что Ишуа умер за меня? Как я могу не служить? Как я могу не помогать, если я знаю, что Бог умер за меня на кресте Голгофы и Он живет во мне, производя свою работу, чтобы меня прославить персидивы? Поэтому, друзья, сегодня для нас всех есть вызов остановиться на своих путях и задуматься. Какие мои убеждения, во что я верю, как я смотрю на свое спасение, что для меня путь освящения, открываю ли я для Бога все сферы своей жизни? Может быть, я пытаюсь совершать свое спасение, прилагая свои усилия? И забываю о том, что Бог подает мне свою благодать, чтобы я смог это сделать. Друзья, всем нам необходимо находить время остановиться и задуматься об этом. Сегодня в наше время дьявол, он пытается у нас отобрать самое главное, это время. Чтобы у нас с вами не было времени, чтобы остановиться и действительно задуматься, поразмышлять о своей жизни. Я скажу, что иногда у него это получается. Но знаете, что он не может отнять? Он не может отнять у нас Божью любовь, которая живет в сердце каждого верующего. Он не может отнять наше прославление, которое ожидает нас впереди, если мы совершаем наш путь спасения со страхом и трепетом. Я прочитаю вам последний текст и уже заканчиваю. Первая Петра, первая глава, третий стих, третий, пятый стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Ишуа Мессии, повелек из своей милости возродивший нас воскресением Ишуа Мессии из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. В это последнее время Ишуа придет во славе своей с многими ангелами. В это последнее время пройдет полное и окончательное наше с вами оправдание. В это последнее время произойдет наше моральное и духовное совершенствование на нашей личности и мы получим полноту знаний, потому что увидим Его таким, какой Он есть. Мы увидим Ишуа во славе Его, потому что Ишуа прославлен и мы увидим славу данную Ему от Отца. В это последнее время произойдет прославление нашего друзья воскресшего тела, потому что смертное облечется бессмертием и как написано побеждена будет смерть победою. Но это ожидает нас впереди. Сегодня мы с вами стоим в Божьем присутствии, потому что Бог с нами. И мы можем открыть наши сердца перед Ним. Мы можем отозваться на призыв Его благодати в нас и открыть наше сердце для осветительного действия Его Святого Духа. Он хочет нас исцелить. Он хочет, чтобы каждый из нас был подобным Сыну Его, нашего Господа и Спасителю Ишуа Мессии. И сейчас, когда мы будем время поклонения, я думаю, что у каждого из нас будет возможность задуматься о своих убеждениях. Если вам нужна молитва, если вы хотите, чтобы за вас помолились, впереди здесь есть служителя, вы хотите за вас помолиться, но давайте мы действительно задумаемся о ключевых вопросах нашей жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Отец Небесный! Отец Небесный, мы действительно осознаем свою нужду в Тебе. Боже, мы понимаем, что, Господи, мы не можем пройти этот путь сами, который нам определен Тобою. Боже, мы понимаем, что мы не можем ничего сделать, Боже, с собой, но мы знаем, что Ты, Господь, Тот, Который желает преобразить верующего, Который желает преобразить наши жизни. Отец, мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты особенным образом работал в наших сердцах, чтобы Ты додавал нам открываться для Тебя, для Твоего действия и делать то, к чему Ты нас призвал. Сейчас, в это время, мы хотим прославить Тебя, наш Царь. Мы хотим поклониться Тебе и сказать спасибо Тебе за то, что, Боже, Ты совершил наше спасение, за то, что Ты совершаешь наше освящение и за то, что мы будем прославлены в Тебе. Помоги нам пройти этот путь, Боже, взирая на Тебя, начальника и совершителя нашей веры и нашего спасения, во имя Ешо-Расси. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя, я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы навек свободны Пали рабство цепей Давайте праздновать победу Ведь мы Божьи дети Пали рабство цепей Раздвинул воды моря Раздвинул воды моря Чтоб пройти мне И сгнала страх любовь твоя Ты спас меня И я готов петь вечно Что я дитя царя Что я дитя царя Святый Спасибо тебе за то, что мы Действительно Являемся твоими детьми Мы благодарим тебя за то, что ты Избрал нас Божий Призвал в чудный свой свет Чтобы мы, став частью Божьего народа Сошли и совершали путь нашего спасения При этом, чтобы мы, Божьи Не были просто, Божьи Такими вот людьми Которые это делают для себя Но чтобы на этом пути Мы несли Евангелие царства Погибающему миру Чтобы мы всегда понимали Что Божий наш Юридический статус Святых людей Он должен соответствовать Наша жизнь должна ему соответствовать Боже, помоги нам быть светом этому миру Помоги нам быть солью для этой земли И помоги нам всем Со страхом и трепетом Совершать путь нашего спасения И быть прославлены с тобой в небесах Тебе слава, наш Бог Тебе хвала Тебе честь Тебе величие И Тебе поклонение Во имя Ишуа Мессии Амин Друзья, наше собрание закончено Но путь нашего освящения продолжается Давайте будем идти его в радости Давайте будем служить друг другу Служить этому миру И да благословит вас Господь И сохранит вас Да презрит на вас Господь Светлым лицем своим И помилует вас Да обратит Господь свое лицо на вас И даст каждому свой шалом С миром Божьим хаворим Каждый год мы говорим о целях последующего года И этот год для общин Орхамашиах, Бетель Двух общин, которые в сотрудничестве Не являются исключением Для нас следующий год Это послание к евреям 11 глава, первый стих Этот стих все знают Где говорится о надежде Где говорится о вере Я хочу зачитать вам его Вера же есть осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Ожидание Как долго, когда это придет Мы не знаем Но мы уверены в том, что это придет И мы говорим о том, что еще невидимое Станет явным здесь на земле И наши ожидания В нашей вере Они будут приводить К большим переменам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!